В пятницу, 10 сентября, в средней школе номер 11 состоялся большой футбольный праздник с участием представителей нашего профессионального клуба «Славия Мозырь» и учащихся школы, которая с недавних пор обзавелась замечательной футбольной площадкой с искусственным покрытием. Во-первых, я скажу, что мы очень рады встрече сегодняшней. Встреча у нас была полтора года назад, дети с нетерпением ее ждали. Для нас это важно, потому что такие встречи помогают большому количеству детей влюбляться в футбол, заниматься спортом, вовлекаться во все возможные виды спорта. А здесь еще и игроки, состав, есть великолепная возможность пообщаться. И, конечно же, эта великолепная площадка, которая у нас сегодня есть, это огромные слова благодарности я хочу сказать сегодня Мозырскому районному исполнительному комитету, отделу образования и спорта нашему Мозырскому исполкому и, конечно же, инициативе наших шефов нефтеперерабатывающему заводу. После церемонии открытия начались веселые старты. В них увлеченно участвовали уже профессиональные спортсмены, которые составили и компетентное жюри, выставлявшее оценки за прохождение следующих этапов. Кегли, бег с двумя мячами, передача мяча в парах, посадка картофеля, хоккеисты, пингвины, бег в обруче, футбольная змейка. Ну, это отличное мероприятие, которое давно не хватало, да, оно заряжает определенным позитивом, дает настроение на будущую работу, поэтому это всегда в плюс и хотелось бы больше таких мероприятий, чтобы проводили, больше школ посещать, потому что это определенный заряд энергии, особенно перед оставшимися важными играми. К слову, последующий матч в рамках 22-го тура чемпионата Беларуси наша команда сыграла достойно. В ничью 1-1 с одним из лидеров турнира Брестским Рухом. А наш следующий собеседник выдал голевую передачу, получив позитивный заряд от общения с детворой, которую уже можно считать частью большой дружности меболейщиков Слави и Музырь. Безусловно, очень полезное мероприятие, полезно для детей, для популяризации футбола, для популяризации нашей команды, нашего клуба. Вот, я думаю, что всем детям понравилось и данное мероприятие поспособствует тому, чтобы дети чаще ходили в футбол, неважно, футбол это или какой-то другой вид спорта, но для того, чтобы дети занимались именно спортом. А вообще наши игроки просто не могли проиграть свой следующий матч после пожеланий от юных, но уже настоящих, преданных болельщиков Слави и Музырь. Я очень люблю Славию и Музырь и хочу ей пожелать, чтобы она всегда выигрывала и чтобы всегда у них были призы. Я хочу пожелать команде счастья, чтобы всегда побеждали и мне очень нравится Славия. То, что у Славии и Музырь после подобных праздников прибавляется болельщиков, не пустые слова, это факт. Причем дети интересуются не только футболом, но и спортом в целом. Некоторые ребята после таких мероприятий записываются в секции, а ксении ведут себя на уроках физической культуры и здоровья. Да что там? Все это можно спросить у самих ребятишек. На трибунах стадиона «Юность» когда-то играет футбольный клуб Славия и Музырь. Мне очень понравились сегодняшние испытания и я с радостью приду на следующее выступление Славии. Мне очень понравилось открытие сегодняшнего стадиона. Я еще не играла на этом поле, но я с радостью приму участие в игре на этом поле. По итогам конкурсов была определена команда-победительница. Но здесь все три спортивные дружины можно назвать командами-чемпионками. И призы, сувениры от футбольного клуба Славия и Музырь еще долго не позволили забыть футбольный праздник, который состоялся в средней школе номер 11.